В Центральном офисе агентства «Интерфакс» прошла пресс-конференция на тему развития газификации в Московской области до 2025 года. Глава предприятия Дмитрий Колубков рассказал представителям СМИ, с какими результатами «Мособлгаз» войдет в 2020 год. Мы в этом году заплатим рекордное количество налогов и сборов под 10 миллиардов рублей. Одно из важнейших достижений этого года – это наши строки, которые на протяжении нескольких лет мы реализовывали и в этом году мы торжественно их пускаем. Журналисты смогли задать главе «Мособлгаза» Дмитрию Колубкову несколько десятков вопросов. Задолженность коммунально-бытовых предприятий Подмосковья и населения, безопасное использование газа в быту, газификация СНТ и другие. Как обстоят дела газификации СНТ? Это то, что человек, значит наш гражданин, он должен быть, имеет право быть газифицирован как минимум по основному месту жительства. По основному месту жительства. Вот пока мы не обеспечим людей газом по основному месту жительства, а таких, поверьте, немало осталось. Вот браться за тех, у кого, кто не газифицирован по второму или по третьему месту жительства, ну скажите, это не очень-то, кстати, справедливо. Дмитрий Голубков рассказал о ходе реализации губернаторской программы газификации Московской области. Сегодня это важнейшая социальная миссия для предприятия. По словам руководителя, в этом году был газифицирован 51 населенный пункт. Более 10 тысяч жителей смогли подключиться к газу. В эксплуатацию ввели 34 газопровода. В 2020 году высокие темпы работ сохранятся, заверил Голубков. Будем без ограничений подавать газ на территории Одинцова, на территории северной части Новой Москвы. Мила Троссевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.